Здравствуйте, дорогие товарищи! Плановое занятие университета рабочих-корреспондентов. Тема занятия – создание профсоюзных организаций и пути их развития. Об этом расскажет делегат Российского комитета рабочих Дмитрий Юрьевич Шилов. Пожалуйста, а как? А, М. Погромче, можно? Шилов, да? Шилов, Дмитрий Юрьевич. А у тебя в газете есть? Здравствуйте, товарищи! Ну, как меня уже представили, я зовут Дмитрий Юрьевич Шилов. Я рабочий из акционерного общества АО КБСМ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Тема моя, значит, о профсоюзных организациях, о создании их. Тема этого очень сегодня такая актуальная, поскольку мы видим, что наступление на права, на права трудящихся продолжается. В общем-то, классовая борьба никогда не заканчивается, мы это знаем. И без создания настоящих боевых профсоюзов, в общем-то, рабочий класс терпит поражение на сегодняшний день. К сожалению, несмотря на отдельные положительные достижения, которые тоже имеют место быть, но недостаточно еще. Рабочий класс сегодня развит для достойной такой борьбы, равной тому натиску, который испытывает сегодня наш народ. Вот рабочий класс, в частности. Наступления эти, в общем-то, все вы знаете, это начиная от увеличения трудового стажа, да, и также мы знаем, что профсоюзные, лидеры профсоюзных организаций, в общем-то, поддержали, ну, не то чтобы поддержали, но не выступали открыто, значит, против этих реформ, да, пенсионных. Вот, то есть, профсоюзы ФНПР и КТР, вот это объединение, в общем-то, показали, в общем-то, что их политика сращивается в буржуазные, вот, и все это мы видим у себя на производстве, в общем-то, профсоюзы, которые существуют в моем, допустим, предприятии, в общем-то, не вполне отвечают своему, значит, назначению, да, борьбы за интересы трудящихся. Вот, в какой-то степени, конечно, отвечают, то есть, есть договор, есть коллективный договор, вот, но не всегда он выполняется, вот, то есть, по тем пунктам, допустим, по индексации заработной платы, которая не проводилась уже много лет, ну, несколько лет не проводится индексация, которая прописана и в Трудовом кодексе, и в коллективном нашем договоре, вот, это, в общем-то, да, да и сам договор, в общем-то, ну, далек от совершенства, вот, то есть, мы знаем, что коллективный договор – это основной, ну, так скажем, нормативный локальный акт на производстве, вот, которым можно вписывать любые требования, да, которые отвечают интересам рабочего класса, всем трудящимся, всем работникам, вот, поэтому на сегодняшний день с такими требованиями, прогрессивными требованиями является введение шестичасового рабочего дня, вот, как, пожалуй, самого прогрессивного на сегодняшний день требования, поскольку нагрузка, которую испытывает сегодня рабочий класс, трудовая нагрузка, это переработки, вот, очень сильно, очень сильно, да, ну, и при, значит, увеличенном трудовом стаже, переработке, вот, и это все приводит к тому, что, в общем-то, здоровье, жизнь рабочего класса, а, стало быть, и основной производительной силы, вот, наше общество находится под угрозой, вот, и, соответственно, если основная производительная сила деградирует, то деградирует, в общем-то, экономика, поскольку правящий класс у нас сила представляет силу реакционную, вот, и сегодня рабочему классу, конечно, надо учиться, да, бороться, выдвигать свои требования, вот, которые, конечно же, вот, отражаются в коллективном договоре, потому что это вот тот самый документ, через который можно выходить на переговоры, вот, ну, вот, в связи с такой ситуацией, да, которая вот складывается, да, в экономике, ну, я не буду, как бы все вы знаете, там, это проблема, да, наша инфляция, там, все такое, вот, на этом, уже это много раз здесь об этом говорили, все мы знаем, какие у нас проблемы, вот, и, в общем-то, самый главный вопрос, это что делать, вот, в связи с этим, вот, на это хотелось бы обратить внимание больше, вот, то есть, в принципе, у трудящихся есть несколько путей, да, вот, возможно, реанимировать как-то и стимулировать, оживить, это, скажем так, значит, профсоюз, который, ну, вот, такой вот, да, желтоватый, вот, ну, в принципе, такая тенденция везде, в основном, что, значит, председатели профсоюзных организаций, они, как бы, ну, где пенсионеры, в общем-то, на зарплате, на окладе у работодателя, и в связи с этим, в связи с этим встает вопрос, как нам так повернуть эту организацию, да, чтобы развернуть ее в сторону трудящихся, чтобы она выполняла вот наши, наши, так сказать, интересы, то есть, служила рабочему классу, вот, ну, и для этого, конечно, надо вот переизбирать, переизбирать, значит, переизбирать руководство профсоюза вместе с председателем, ну, поскольку, если, если по основным пунктам, да, он не выполняет, да, обязанности свои, надо отметить, что председатель и также освобожденные работники, которые, вот, работают в профсоюзе, имеют противоположные интересы с рабочим классом в том положении, что, значит, они не находятся непосредственно на рабочих местах, не испытывают вредности, вот, то есть, их положение, ну, так скажем, они не заинтересованы, не заинтересованы, в общем-то, лично, не заинтересованы в каких-то переменах, даже вот тот факт, допустим, что сокращение, да, ну, упразднение сверхурочных работ, да, вот, это очень важный на сегодняшний день момент, что, поскольку, да, вот, я уже не буду повторяться, что рабочий класс перерабатывает очень много у нас, вот, то, соответственно, вот, по опыту докеров, мы знаем, что у профсоюзников, да, освобожденных, то есть, коэффициент их зарплаты зависел от нормы часов, то есть, вместе с переработками, то есть, соответственно, если люди перерабатывают, то и у председателя профсоюза зарплата, она тоже увеличивается вместе с коэффициентом, там, вот, вот это, насколько они перерабатывают, поэтому тут явное, вот, противоречие здесь вот, которое не позволяет, вот, в общем-то, ну, им идти против своих интересов, в общем-то, объективное, объективное противоречие, вот, ну, вот, поэтому, вот, фонд рабочая академия, вот, и, в общем-то, рабочая партия России предлагает такую идею, чтобы не освобождать полностью председатели и, вот, профсоюзный, профсоюзный профактив, значит, от деятельности, то есть, не освобождать их от непосредственного, значит, труда, да, то есть, без, то есть, частичным отрывом, как бы, да, от производства, то есть, как это можно сделать? Пусть будет, допустим, пять сопредседателей, если пятиднев, когда вот каждый, пусть, там, один день, допустим, занимается профсоюзной работой, вот, тогда, тогда уже эта проблема будет частично как-то решаться, вот, то есть, ну, человек, человек, который, вот, уже, значит, сидит в кабинете, общается с начальством, он, ему уже проблемы рабочих не так близки, вот, и это, в общем-то, причина гниения профсоюзов, вот, одна из причин, вот, поэтому вот этот момент, конечно, очень важный, но также надо создавать инициативные группы, вот, в этом профсоюзе, да, вот, в котором и которые имеющиеся, это один из вариантов, да, и вот, также есть и другие варианты, то есть, создать новый профсоюз, да, ну, вот, как вариант нужно собрать вот инициативных людей, которые осознают интересы свои, интересы рабочего класса осознают, и, в общем-то, желательно бы, конечно, чтобы они уже были, ну, оформлены, вот, в коллективном договоре или проекте коллективного договора, вот, чтобы вокруг этого составления этого проекта, вот, как раз вот шла вот эта работа, то есть, во время составления коллективного договора и его продвижения, да, значит, да, ну, чтобы выйти на переговоры, да, чтобы этот коллективный договор, значит, воплотить, нужно набрать половину работников, чуть больше половины, 10%, вот, и поэтому тут большая работа предстоит, вот, в этом направлении, то есть, люди, которые будут участвовать в коллективных действиях, они должны этот договор, эти требования пропустить через себя, выработать их, понимать очень хорошо, четко, понимать, что они хотят, вот, на сегодняшний день, вот, ну, вот, даже вот так вот я там общаюсь, так вот у себя там тоже, ну, не очень-то и понимают люди вообще, что они хотят, то есть, ну, вот, вот профсоюз не работает, вот он, вот мы вышли, нам это, и это самое, и не верим, да, вот, что там это все, взносы платить не хотят, вот, то есть, вот такое отношение, что, ну, как бы, они ничего не делают, то есть, вот, вот они, как бы, да, вот такое отношение, что вот мы там, вот мы же платим, то есть, да, а вроде как вот председатель должен один, что ли, он там должен биться с директором, как Илья Муромец. То есть вот этого тоже понимания нет. То есть в этом смысле тоже нужна большая агитационная, пропагандистская работа коллективного договора. В этом смысле, конечно, большим подспорьем является тот факт, что если инициативная группа является членами партии рабочего класса, это очень большой плюс. И еще большой плюс, поскольку члены партии хорошо осознают свои интересы, и за ним стоит интеллигенция, которая тоже помогает выработать нашу идеологию, осознать это. Мощнейшие ресурсы – это печать, интернет, телевидение. Это очень… Ну, телевидение – это уж я это размахнулся. Но интернет, да, вот сейчас уже и газета имеет огромное значение. Газета рабочего класса и в концентрированной форме выражены наши интересы, научно причем. Вот, это очень важно. Без этого, конечно, движение было бы… Ну, понимаете, когда вот ты приходишь, допустим, к кому-то, да, ты разговариваешь с человеком, вот объяснить даже, это не так просто, вот объяснить, да, вот почему нам надо бороться за… за доведение заработной платы до стоимости. Ну, то есть, как бы это вот я не экономист, а вот, и, в общем-то, хоть там и, конечно, ну, какое-то представление, да, вот о капитале, там, не имею, да, вот, но вот объяснить, это нужно время, да, то есть, это нужно беседовать с каждым человеком, то есть, тратить… Ну, это большой, это большая работа, то есть, когда… А когда ты даешь газету, допустим, человеку дал газету, вот, где все там изложено четко, он может не спеша посидеть спокойно в обстановке, вот, почитать, осмыслить это, да, то есть, это, конечно, очень большое дело, вот, и люди, люди понимают это, понимают эти вещи, в общем, понимают, что такое стоимость, когда это вот на цифрах тебе вот расписано все, тут ничего не поспоришь с этим, это вот сразу начинают понимать, вот, что вот сколько мы получаем, ну, а сколько мы должны получать, вот, и вот эти вещи, конечно, которые наши уважаемые, вот, ученые, вот они, значит, доносят до нас, до рабочего класса, мы это тоже несем, вот, коллективы, это очень важно, наука, вот, но наука должна опираться тоже, да, вот, на класс, то есть, вот, соединение, да, рабочего движения с научным коммунизмом, вот, поэтому, конечно, вот, хороший агитатор, он должен, вот, понимать вот эти моменты экономические, политические, вот, ну, вот такой путь, да, то есть, если, если уже собралась, да, вот какая-то инициативная такая ячейка, да, боевая, да, вот, то есть, работать, значит, дальше в коллективах, там, разные бригады, значит, и готовиться к переговорам, коллективным переговорам, вот, ну, до этого вот надо, чтобы вот люди, конечно, все это понимали, осознавали, вот, ну, а если, допустим, действительно, ячейка такая боевая, а голосов не хватает, то есть такой вариант, что предусмотренный, да, вот, в Долом кодексе, значит, что оформляются доверенности, да, то есть, ну, человек, там, допустим, по каким-то причинам он не хочет участвовать в этом, боится, вот, страх, конечно, играет большую роль, боятся люди, вот, что-то выступать, как-то, ну, поэтому ты, ну, доверенность-то это менее, как бы, рискованно, то есть, собирать доверенности, это тоже, в общем, хороший вариант, чтобы набрать 50% от всех трудящихся, да, на производстве, вот, ну, в общем, и таким образом собирать, значит, провести, когда эта ячейка наберет силу, да, можно переизбрать, переизбрать руководство, переизбрать руководство и, в общем-то, выходить на коллективные переговоры, вот, ну, если, если коллективный договор хороший, он уже, вот, выжимка, да, есть, вот, выжимка такая, если из договора коллективного, вот, я, который я тоже, значит, составлял, вот, и вот с этой выжимкой, в принципе, вот, один листочек требований, улучшений, там, ну, то есть, в имеющийся договор, или новый договор, который, если его нет, то написанный, то есть, вот, вот с этой выжимкой можно работать. Значит, ну, понятно, что на такую организацию, если она, вот, она боевая, да, она за интересы трудящихся, будет, конечно, оказываться давление со стороны руководства и профсоюза, и, ну, это не нравится, то есть, вот это болото, да, вот это болото уже такое застоявшееся, вот, когда его начинают ворошить, то есть, конечно, это вызывает обратную реакцию, то есть, оказывается давление, но для того, чтобы стоять твердо, да, на своих позициях, людям нужно, о которой, вот, о инициативной группе, конечно же, владеть трудовым кодексом, законодательством, вот, знать его, изучать, уставом профсоюзной организации, где четко прописаны права, обязанности, ну, вот, члена профсоюза, в общем-то, то есть, и разговаривать с руководством, в общем, так, что, вот, мы делаем, то есть, мы выполняем устав, то есть, мы, члены профсоюза, мы выполняем устав, вот, а вы нарушаете устав, то есть, вот, такая должна быть позиция наступательная даже, вот, потому что, потому что не выполнение коллективного договора, это, ну, прямое нарушение, да, нарушение, значит, устава, да, то есть, вот, поэтому, вот, там, так вот надо на этом стоять и не поддаваться, вот, наверное, на все эти уловки, угрозы, вот, ну, естественно, дисциплина должна быть тоже на уровне, то есть, нельзя, чтобы тебя за что-то, там, прихватили, там, за пьянство, там, какое-то, то есть, решили, какое-то опоздание, там, нарушение, вот эти, что-то, распорядка, вот, ну, вот, либо еще есть вариант, значит, создать свое профсоюзную организацию, вот, то есть, ну, в принципе, это, возможно, и при имеющейся организации, то есть, можно состоять в нескольких организациях, ничто это не запрещает, законодательство, вот, и, в общем-то, это, в общем-то, как показала практика товарищей, которых, вот, я был на Российском кризисе рабочих, в общем-то, уже появляются люди, которые создают эти организации профсоюзные сами, вот, и это не так-то и сложно, в принципе, как показывает их опыт, вот, тут сложности начинаются, ну, вот, после, то есть, как реализовать те требования, те чаяния, желания, да, вот, которые, о которых мы говорим, то есть, да, вот, как их продвинуть в жизнь, то есть, это большая работа. Ну, тут же опять, опять тоже, в принципе, схема такая, что нужно ходить по коллективам, в общем, агитировать за коллективный договор, вот, активно людей, вот, в эти вопросы включать, то есть, спрашивать, спрашивать, что, что, что в каждом конкретном цеху, какие проблемы, значит, вот, на местах, у всех есть какие-то неговольства и проблемы, то есть, вот, общаться, выяснять, выяснять это и включать в коллективный договор, опять же, то есть, это тоже такая работа, она, как бы, подразумевает, вот, общение, да, вот, значит, с коллективом плотное и заинтересованность, то есть, чтобы была у людей заинтересованность, чтобы люди тоже видели, что, ну, мы, что мы за коллектив, что мы, вот, за интересы, за всех, вот, и, и тогда будет появляться, будут появляться сторонники, будет, в общем-то, это движение будет развиваться, ну, и, конечно, прежде чем выходить на, ну, регистрироваться, да, для, причем даже не надо регистрироваться, вот, для создания профсоюза на первом этапе это не обязательно, вот, есть просто, вот, инициатива, да, вот, это сильно усложнит, на самом деле, на первом этапе работы, ну, на первом, то есть, в принципе, это, конечно, надо регистрироваться, когда уже, на тот момент, когда уже, когда уже профсоюз будет готов к переговорам, да, тогда нужна будет регистрация, потому что, ну, кто вы такие, вот, ну, если переговоры, это, ну, такой акт, в общем, юридический, поэтому для этого тоже нужно быть, значит, зарегистрированной организацией, а на первом этапе, во-первых, это может отпугнуть людей, то есть, вот, когда в процессе агитации, да, если ты подходишь к человеку, там, и говоришь, там, давай, вот, там, в профсоюз вступай, ну, значит, это, значит, человек думает, ага, значит, что-то мне надо им, значит, взносы давай, там, опять вот эти, значит, такие сразу мысли, то есть, это не надо на первом этапе, то есть, и даже, и там, людей, конечно, тоже пугают такие вещи, там, как вот, забастовка, там, или какие-то такие вот коллективные действия, то есть, надо объяснять, что пока мы не наберем силу, не наберем, не наберем количество и, вот, достаточную, достаточный вес, но не будем никуда выступать, да, на, как бы, выходить на какие-то действия, это правильно, вот, потому что такой профсоюз, который неокрепший, да, его, ну, так, в большинстве случаев, в общем-то, ну, часто так бывает, скажем, ну, что его, значит, как-то затирают, ну, против него начинается борьба, которую он не выдерживает, поскольку он еще слаб, вот, поэтому, вот, это тоже важный момент, вот, то есть, работать спокойно, работать в коллективах, вот, объяснять, разъяснять, вот, пока, пока не будет поддержки такой вот, достаточно, чтобы выходить на переговоры, вот, ну, а переговоры, это уже, вот, такое дело, более, такое, ну, выше, как бы, да, вот, на ступеньку выше идет, значит, ну, и, если уже дошла, да, вот, ситуация дошла до такого, до такого уровня, что вышли, значит, на коллективные переговоры, то постоянно нужно, конечно, ходить и разговаривать с людьми, для этого существует, значит, по законам, если издан уже приказ о переговорах, значит, освобождается три человека, которые ходят по цехам для этого, причем с оплатой по среднему, все, значит, ходят и разговаривают с людьми, вот, и о всех результатах, о всех движениях, вот, об этих переговорах, в общем-то, все время надо держать руку на пульсе, все время, вот, все, то, что достигнуто, то, что не достигнуто, разговаривают с коллективом, и работодатель, конечно, тоже чувствует, то есть, есть ли поддержка у коллектива, ну, коллектива, поддержка коллектива, вот, стоит ли за спиной инициативная группа, коллектив, вот, вот, почему еще важно, то есть, достаточно набрать силы и объяснять людям, да, чтобы, чтобы за этот договор люди могли действительно стоять, стоять за него, бороться за него, отстаивать, вплоть до забастовки, вот, очень важно, конечно, в этой, в этой борьбе обеспечить, обеспечить, ну, такую, скажем, безопасность, что ли, или как это, сказать, защищенность, защищенность активистов, защиту, защиту активистов от произвола работодателя, увольнения, ну, и различных, значит, провокаций, то есть, ну, то есть, коллектив, вот, то есть, если коллектив это все понимает свои цели, да, понимает, за что он будет бороться, вот, то, конечно, я думаю, что он будет идти до этого, до победы, вот, ну, а начинается все, вот, в принципе, с того, что можно создать просто три человека, да, вот, собрались, собрались, создали профсоюз, вот, и приняли устав, собрание провели, приняли устав, вот, собственно, вот это, ну, начало, да, начало, начало – это не развиты результат, вот, а результат – это взвитое начало, вот, если это, этого не сделать, то не будет результата, вот, так вот обстоят дела, ну, а результат – результат тут, В принципе, человек, который понимает, как это все устроено, как интересы работодателя тоже понимает, что это не один работодатель, вот так вот принести ему договор коллективный, какой бы там ни был, и такие положения, как шестичасовой рабочий день, которые, в общем, ключевые. Вопрос времени – это самый ключевой вопрос, поскольку мы все работаем, мы тратим свою жизнь, свои силы, отдаем жизнь свою, отдаем, в общем-то, работодателю, в его лице, капиталисту, классу капиталистов. Вот, поэтому тут за это будет большая драка, вот, и, конечно, без забастовки никто такие меры не примет. Это мы должны понимать, и рабочий класс должен понимать, ну, то есть на коренные какие-то изменения, но и на изменения должны быть коренные такие, ну, действительно такие, что за которые люди будут стоять, как бы, да, стоять. На своем вопрос времени, который еще не очень осознается, поскольку мы знаем, что люди до сих пор еще работают, перерабатывают, работают в выходные дни. Они, в общем, гробятся за это самое, за те деньги, которые недоплачивают, регулярно недоплачивают, вот, буржуазный класс, что вот это за счет инфляции все вот это, значит, все опускается, вот это цены. Цены ползут кверху, кроме цен на рабочую силу, да, вот, то есть, а кто будет поднимать цену на рабочую силу, спрашивается, как не сами рабочие, но такие вещи тоже, они непонятные, то есть, вот так вот, сразу это не лежит на поверхности, наоборот, то есть, буржуазия старается это все замаскировать, и даже вот в Трудовом кодексе, там, что вот работодатель, да, вот, на самом-то деле он работодатель, получается, ара. Дает работу рабочий класс и вознаграждает капиталистов, вот, поэтому, конечно, вот двигаться надо в сторону забастовки, вот, и путь этот, конечно, вот, такой непростой, задача сложная, ну, что там говорить, сложная, вот, и пропагандистская задача, и агитационная, и организационная, вот, но выполнять ее надо, придется, потому что, ну, без борьбы нету никакого развития, его нету, нигде нету его, вот, деградация происходит без борьбы, но, как бы, в целом, надо констатировать, что рабочий класс разучился, вот, с нынешним день бороться, вот, поэтому, вот, задача про союзов, партии рабочего класса, значит, довести эту борьбу до, до победы, вот, ну, и такие положения, за которые бы народ мог подняться, это, вот, доведение, значит, стоимости рабочей силы, то есть, доведение зарплаты до стоимости рабочей силы, и сокращение рабочего дня до шести часов, ну, в этой связи, там, вопрос о переработках, как бы, тоже надо понимать, что, пока люди перерабатывают, пока они как бы, создают достоимость за счет своей жизни, здоровья капиталисту, то есть, там, сокращение рабочего дня до шести часов, пока речь не идет, то есть, ну, надо, в первую очередь, прекратить переработки, вот, это тоже все можно отразить в коллективном договоре, ну, сейчас такая ситуация, что не все вообще понимают смысл этого коллективного договора, ну, далеко не все осознают, что это, это первый инструмент, первая главная, главная конституция, да, на производстве, что мы, рабочие, должны стать творцами, творцами своей жизни, которая вот в этом договоре мы должны все туда вписывать, что мы хотим, как мы должны улучшить свою жизнь, вот, и бороться за это, ну, вот, ну, надо сказать, что переработки, это еще ну, очень усугубляет с тем, что вредности, да, вот вот эти вредности, которые накапливаются за неделю, они не выветриваются за выходные, то есть, человек накапливает, постоянно накапливает, значит, вредные факторы, вот, которые на производстве, да, он получает, и это очень усугубляет ситуацию со здоровьем, ну, с продолжительностью жизни рабочего класса. Простите, вот только работа, какое время? Подождите, давайте выступим, это подумаем, я-то желательно сначала, вот, как и время, то есть, товарищи, потом будем. Ну, хорошо, я отвечу. Вот, значит, да, то есть, первое-наперое, в общем, конечно, это надо вот с этим бороться, то есть, объяснять людям, что вот те деньги, которые, вот, да, мы недополучаем, то есть, нужно бороться за повышение уровня реального содержания заработной платы, вот, и не отказаться от переработок, то есть, зарабатывает хорошо тот, кто организован, а не тот, кто перерабатывает в ущерб своему здоровью, нарушая, значит, законодательство трудовое. Потом еще фактор такой, что, если человек выходит работать, да, вечером, да, вечерит, вот у нас сейчас там вот все, то есть, ну, как же так у нас сейчас вот это, ну, на каникулы у нас отправили, то есть, в субботу мы не увидим поработать, получается. Вот люди огорчены. Ну, прямо смешно. Ну, это факт, вот реальность такая на сегодняшний день, что, ну, нет еще этого понимания, то есть, конечно, тут надо много чего еще объяснять, вот, и разобщенность тоже имеет место, быть вот этот индивидуализм, там, все такое, да, но и все равно, вот, рано или поздно люди к этому придут, все равно, рабочий класс к этому придет, что, деваться некуда, у нас нету другого инструмента, как коллективный, коллектив, у нас нету, ни средств производства, ни денег, нас все время держат на этом, на сухом пайке, на таком, чтобы, чтобы у людей даже некогда было и задумываться над этим, времени нету, вот, то есть, это вот, в принципе, без борьбы цена все время падает, цена рабочей силы падает, падает, об этом и Маркс говорил, вот, ну, в принципе, хотел сказать, да, хотел сказать еще, что, для осознания своих интересов рабочему классу надо, конечно, поучиться, да, то есть, для этого есть площадки, это вот университет рабочих корреспондентов, это красный университет, вот, и мы это видим, что люди, закончившие красный университет, очень быстро осознают свои интересы, очень ясно понимают, что нужно делать, включаются в борьбу, с таким человеком уже легче установить, ну, контакт, да, вот, ну, то есть, ему не надо уже объяснять, за что, за что бороться, и что делать, то есть, уже это, вот, то есть, знание, конечно, оно добавляет уверенности, что нужно делать, вот, это уходит, и страх уходит, и, в общем, ну, появляется, силой появляется, вот, и, значит, есть вот газета, прекрасная, газета, народная, правда, и другие материалы, которые я, конечно, всем вот, рабочим рекомендую изучать, смотреть видео на канале фонда рабочей академии, где, Михаил Васильевич, Попов и другие товарищи, объясняют, как вот это все организовывают, пошагово, инструкция, есть книга, классовая борьба, где, это все, все это описано, как бороться экономически, что делать, то есть, отвечают на вопрос, что делать, которого, сейчас народу в таком растерянности, в отрицании в каком-то, авось как-то рассосется, ничего не рассосется, только все будет, все хуже будет, если ничего не делать, вот, и, как бы, на самотек все пускать, и работа, сверхурочная, это работа на лекарства, вот, а нам нужно здоровое, здоровое будущее, здоровый рабочий класс, здоровое производство, развивающееся, мощная страна, экономика, вот, а для этого рабочий класс должен бороться, бороться за свои коренные интересы, вот, все вопросы, записавшиеся, вступления, считаете ли вы необходимым для рабочего профсоюза вести экономическую борьбу без политических требований действий? Вопрос задал Никифоров. Никифоров, да. Значит, для рабочего профсоюза, в общем-то, на начальном этапе, я считаю, что вполне, вполне достаточно экономических требований, для боевого рабочего профсоюза. Конечно, если, если коллектив, актив вот этот, который, костяк, да, будет коммунистическим, партийным, это прекрасно, это очень хорошо, потому что, ну, люди должны понимать, как бы, куда мы идем, для чего вообще все это, да, то есть, ну, мы-то уже осознаем, что одной экономической борьбой, конечно, ну, не улучшить настолько положение, да, рабочих все равно остается, даже какой бы там прекрасный не был коллективный договор, и опыт докеров показывает, что, если, значит, вот нету идейности, да, нету партийности, все равно все это сползает, ползает, сползает, и бороться тоже люди перестают, там, что-то меняется, условия какие-то, и в итоге происходит откат, вот, то есть, даже, даже вот в условиях капитализма идейность, значит, политически, ну, для политических, настоящих политических требований, я считаю, что нужно мощное, сильное, развитое профсоюзное движение, вот, то есть, когда это забастовки, когда это, ну, когда вот там бастуют, там комитет, значит, забастовочный, тут комитет забастовочный, да, то есть, должно, движение рабочее должно до этого дорасти, вот, до политических, почувствовать свою силу, вот, в экономической борьбе, это же риск для жизни, вы выступите, я же по делу, говорит, я по делу говорю, ну, и это тоже, риск, у меня всегда политически, это самое, любая борьба политическая, это риск для жизни, экономическая, еще больше, экономическая, это и то, есть, вопрос, еще один вопрос, как можно оценить уровень политической грамотности рабочего класса сегодня, например, какой процент рабочих знаком, читал, манифест коммунистической партии с 48-го года, манифест, Маркса, Диангельса, ну, да, ну, тут написано 1900, членник грамотнической партии обязаны пришли, ну, так, проценты среди рабочего класса, ну, я думаю, что небольшой процент, в общем-то, ну, старое поколение, конечно, в общем-то, хотя, в принципе, сейчас рабочий класс тоже не молодеет, ну, я такой статистики нет, но, в принципе, не знаю, ну, мне кажется, процентов 20, может, почти в дне, 20, много, ну, еще, да, и вывод, потому что там же все расписано, разжевывано просто, вот, мне здесь интересно, то есть, там, ваш рабочий, да, они знают об этом даже, что-то интерес, как это происходит. Давайте вопросы, записавшиеся на выступление, так, присаживайтесь. Комарова, Галина Васильевна. А, Комарова, мы сейчас напечатали. Значит, разговор идет, я, кстати, тоже хотела говорить о забастовке. Вот, можете считать меня ревизионисткой, цитаты Ленина, Сталина, ну, мы должны ориентироваться на них и смотреть, но мы не можем не видеть разницы между ситуацией, в которой действовал Ленин, вот, когда, ну, где-нибудь там в 905 году, от 905 до 17, когда в газетах большевистских агитировал рабочих за забастовки. Вот посмотрите, как следует на нынешних хозяев, на нынешних работодателей. Они походят на тех хозяев прошлого века, они отличаются от них тем, что в большинстве случаев забастовки они не боятся. Да пожалуйста, не работай, сиди, а мы тебе платить не будем. Производство разваливается? Ну и хорошо. Не на всех заводах, я понимаю, что вы не согласны со мной, но не на всех заводах, но на многих предприятиях, а уж что говорить о тех заводах, которые были с научно-исследовательскими институтами, да опять же, тот же завод подъемно-транспортного оборудования. Вы должны помнить, каким он был. Я к нему почти не имею отношения, но я видела, выходя со станции метро Балтийская, что это завод, заводоуправление там, что он живет, работает, а сейчас я поехала по этому шоссе. Мертвые дома, проваленные окна, им наплевать абсолютно, и чем хуже в нашей промышленности будет, тем им лучше. Поэтому рабочий, мне кажется, вы правы в том, что он не должен стремиться заработать. Он должен действительно быть заинтересованным в своем труде. Так, чтобы я не берусь рецептов никаких давать на каждом предприятии, наверное, своя ситуация. Так, чтобы работодатель оказался ни при чем. То есть, правильно, это профсоюз должен сделать шаг, но не обязательно этому профсоюзу выходить и говорить, это мое личное мнение, я вот такой-то, такой-то, мы профсоюз организовали, значит, мы вот такой коллективный договор составляем, эти люди засвечиваются, потом у них проблем не оберешься, а рабочий, основная масса рабочих, она к этой забастовке нормальной не готова. К тому же, эта забастовка в основном вредит производству, а не работодателю, потому что обворовать он рабочего всегда и везде успеет при нашей ситуации. Там были в прошлом веке гигантские заводы, на них многие тысячи работали, и, да, были такие случаи, как локауты, выкидывали рабочих на улицу, да, появлялись люди, которые на их место пытались устроиться, но всё это было не так, не так, как сейчас. Вы извините, я всё-таки не на производстве работаю, в смысле, не на таком в общем понимании производстве, как мы привыкли, что завод, фабрика, оплата, может быть, сдельное, как вот здесь вот у нас товарищ, например, Василий работает сверхурочно, потом засыпает на лекциях, вот, а отказаться от этих сверхурочных у всего его коллектива сил нет, да если он сам откажется от сверхурочных, на него как-нибудь не так посмотрят, поэтому, мне кажется, нужно изо всех сил сохранять производство, и надо их, ну, как говорили в том ковидийном фильме, когда прыгнул с вышки неподдающихся, вот, надо его снизу брать, вот этих, надо брать снизу, надо на каждом предприятии, профсоюз пусть работает, но не обязательно громко кричать об этом, а надо на каждом предприятии искать слабые места этого работодателя и бить именно по ним, вот и все, спасибо, вам скажу. Товарищи, вот в пятом параграфе своем известном работы «Нищета фирософии» Карт Маркс вот описал как раз становление профсоюзов, он описал то, что рабочие, доведенные до отчаяния нищетой и жизнь их вроде бы заставляет конкурировать друг с другом, но и несмотря на это объединяются, возникают ассоциации и они ведут совместную борьбу за повышение своей заработной платы. И на определенном этапе пишет Маркс, Маркс пишет, упоминает о том, что экономисты говорят этим рабочим, что что толку от вашей борьбы, когда всякая забастовка за повышение заработной платы, всякое повышение заработной платы только вызовет повышение цен и так далее. Другой стороны, он пишет социалисты и говорят рабочим, что толку от ваших забастовок, когда надо менять всю политическую врач, всю политическую систему, эти ваши забастовки ни о чем. Но, тем не менее, профсоюзное движение растет, ширится, и, как пишет, завершает эту тирану Маркс, на определенном этапе коалиции, эти вот ассоциации, коалиции рабочих принимают политический характер. Но, что характерно для классиков, они вот пишут так оптимистично и вроде как мы по этому пути идем и здесь так сказать лицом об стол и кажется, что вот они тут утопия неправильно написали. На самом деле они все пишут совершенно правильно, но, конечно, здесь противоречия неизбежны. То есть капиталистами были отработаны технологии работы с профсоюзами. Это самое простое, это работа с руководителями профсоюзов. Но это еще-таки я был по критиковах, несмотря на его великолепную в целом лекцию, он там сказал, что противоположные интересы руководства профсоюзов и у рядовых членов. Тут слово противоположное антагонистичное и, на мой взгляд, не совсем уместно. Антагонистичные интересы у капиталистов с рабочими. Почему? Потому что капиталист, если он не будет эксплуатировать рабочих, не будет из них выжимать все соки, он не состоится как капиталист. Это как противовечие между вовком и зайчиком. Если он зайчика не будет кушать, он умрет тогда просто-напросто. А противовечие между руководителем профсоюза и руководителем рабочими, они могут иметь отдельные особые интересы, отличные от интересов рабочих, в том числе и противоположные. Но это не обязательно. Это скорее как какое-то противовечие по аналогии между зайчиками и решедями. Те и другие траву кушают, ее на всех может не хватать. Но все-таки здесь такого нет, что ты должен съесть его, чтобы непременно самому подняться. И есть немара таковых профсоюзных руководителей, которые не предали и действуют в интересах рабочего краса и добиваются успехов и огромное удовлетворение от этого испытывают и жизни у них ударась, несомненно. Ну и тем не менее, различия в интересах есть, как Дмитрий Юрьевич совершенно верно сказал. И вот в это различие работает работодатель и здесь находятся пути розейки и глядишь, так сказать, и уже это повсеместный совершенно характер носит, а у кого эти профсоюзы освобожденный уже не ту линию ведет. Потом накрывают профсоюзы политической шапкой вплоть до того, что, скажем, была АФТ, КПП, Американская Федерация труда, Конгресс производственных профсоюзов, хороший боевой профсоюз, прокоммунистически настроенный, кстати, в 30-е годы, накрыли шапкой определенной и мы видим, что он, так сказать, роль играет реакционную, проводя линию на вмешательство во внутренние лидера других стран под предлогой международной вот этой солидарности трудящихся. И сейчас мы видим, что профсоюзы у нас накрыты единой Россией, справедливой Россией, наиболее крупные профобъединения российские, любимыми буржуазными партиями. Это вот все политтехнологии, когда, кстати, докеры провели успешную забастовку, была статья, по-моему, в Коммерсанте, и там была такая фраза, что руководство Порта, они идиоты, что ли, что они бодаются-то с докерами, во всем мире наработаны технологии производства, технологии работы с профсоюзами, что они, так сказать, режут-то на рожонок, получили по мозгам идиоты. И после этого действительно там были задействованы определенные технологии, и мы видим, что там сейчас не Федотова, не Тимофеева, там не Старо в профсоюзе, а пришли совсем другие люди со всем другими целями. Но и тем не менее, мы тоже нарабатываем свои технологии работы в профсоюзах. Значит, что здесь? Во-первых, это, вот совершенно уверенно Дмитрий Юрьевич сказал, это сопредседатели иногда освобожденных целиком профсоюзных функционеров. Пусть человек стоит у станка пять-четыре дня в неделю из пятидневки, один день сидит в правкоме, к нему приходят, решают вопросы, он там какие-то свой участок работы разруливает, там на компьютере работает и так далее. И таких пять человек, вот каждый, ну и хотя бы трое-четверо. И вопрос достаточно принципиальный, но в то же время он встречает противодействие. Вот скажем, товарищ Васьковский, который сейчас сопредседатель профсоюза шахтеров Донбасса, вот он столкнулся здесь, что была мысль встать под крыло, так сказать, Всемирной Федерации профсоюзов, и здесь была встреча у товарищей из Донбасса, приехали специально люди, встречались здесь с представителем Всемирной Федерации профсоюзов России, товарищем Куликовым, бывшим председателем РП РБЖ, но вот он жестко поставил, что у нас в уставе в РФП написано, что должен быть только один председатель. И это очень жестко такое послужило дискуссией, и в общем-то из-за этого не состоялся этот вопрос, потому что там сопредседателей много, там и Васьковский, и еще два его товарища, и еще куча вот на 18 шахтах там движения, с 18 шахт, с каждой шахты руководитель профсоюза этой шахты, он тоже сопредседатель, и там получается 20 сопредседателей, и это очень удобно, потому что кого, так сказать, там самые разные, самые разные бывают способы воздействия на непокорных людей, там, так сказать, ситуация военная, а тут непонятно кого и как. Это вот вопрос такой принципиальный раз. И второе уж надо понимать, не надо стесняться накрывать профсоюзы своей партийной шапкой, коммунистической. То есть надо, не обязательно может быть даже вот такая последовательность, что сначала профсоюз, потом партия ячейка на предприятии, можно в парней так, что вот из товарищей, которые закончили Красный университет, кто в партии находится, в парне можно создать сначала ячейку на предприятии, а уже потом, когда уже люди видят, что этот человек не один такой чудик, у него тут какие-то товарищи, их надо афишировать, не надо спортивными флагами бегать и так далее. Но вот когда люди увидят, что он не один, а вот тут какая-то структура, тут вот газеты есть, газета Большое Дело, совершенно верно, не знаю, если сказать, что-то там, может быть, даже и статья в этой газете, вот я вот по себе знаю, что большой эффект имеет, когда автором статьи выступает коллега по работе, это, так сказать, эту газету читает, там таскает, подразделение, это вот тоже такое дело, которое необходимо привлекать, и можешь даже вот здесь начинать и с этого, начинать надо с партийного строительства, а потом уже строить на этой основе профсоюз, и совершенно верно, что вот главной задачей профсоюза должен быть коллективный договор, потому что просто за профсоюз, профсоюз сейчас рассматривает, кто-то рассматривает как давительницу там подарков на Новый год, кто-то рассматривает как бесплатную юридическую консультацию, это все можно, и то, и другое, но все-таки вот главная задача профсоюза, надо людей сразу настраивать на то, что это борьба за коллективный договор, и вот никто не мешает даже одному человеку на предприятии, как это сделал, скажем, Дмитрий Юрьевич тоже написать проект о договоре, и уже не в пустую, а с этим проектом ходить по товарищам, рассказывать, говорить, и это вот, возможно, здесь определенные результаты. Значит, и надо, конечно, вот еще раз рабочим настраиваться на трудозатраты и на героическую в каком-то смысле работу. В этом ничего страшного нет, это работа героическая, ничуть не более героическая, чем сейчас рабочая, работают сплошь и рядом в совершенно жутких условиях, там не более тяжелая, но не пойди-то на работу в субботу, кто тебя тащит на работу в субботу, посиди, вот поработай, почитай кордоговор, подумай над кордоговором, поучись в Красном университете, вот потрать на это время, это тоже своего рода героические усилия, но это гораздо приятнее, чем работать там на работодателя и так далее. Вот по поводу выступления Галины Васильевны, конечно принципиальная разница между ситуацией в России в начале 20 века и нынешней в том, что сейчас мы живем в условиях деиндустриализации, но отсюда совершенно неверный вывод, что забастовки не имеют значения. Вот я работаю, ну или что они там нужны работодателю, даже такое выражение, нужны работодателю, работодатель рад, что разваливается, да, на деиндустриализации делаются большие деньги, но они все-таки делаются за счет эксплуатации рабочих и деиндустриализация в чем в частности выражается, что не обновляются кадры, не вкрадываются в кадры, не вкрадываются в новое оборудование. Вот Виктор Иванович очень много по этому поводу говорит, что амортизация проедается, средства, которые должны отводиться на... Но это все равно все это... Это так просто не проешь, а продажи станков копейки выручишь на металлогон. Это все равно идет эксплуатация рабочих. Без этой эксплуатации это все. И вот я могу сказать, вот я тоже сейчас на предприятии, которое прямо, скажем, идет по нисходящей, достаточно сильно, это вот НИИ как раз, и там очень остро воспринимается, что вот какие-то разговоры, разбастовки, руководство воспринимается очень негативно, очень остро, очень нервно. То есть даже вот вроде бы там научные работники, что там написали, не написал, очень нервничают. Другое дело, что там и люди, так сказать, старые закатки, они так смотрят, что это не саботажник ли ты, во время войны тебя бы уже давно бы это самое. Это вот тоже беда большая, диалетический такой переход, они не перестроились, что сейчас, другое время-то, они, так сказать, здесь подтормаживают. Вот, сейчас иду на происходящее. И, значит, вот по поводу я еще товарищу Захарову обещал тут про вредность труда токоля. Вот токоль, даже в нормальном таком производстве. Во-первых, он стоит на ногах целый день. Отсюда вены, отсюда всякие другие заболевания, это имеет место быть. Потом, вот он дышит, извиняюсь, вот у меня один товарищ есть, он оператор станка ЧПУ на современном предприятии, там Евростандарт, Евроремонт, чистенько, все очень чистенько. Он говорит, вот, говорит, вот у меня станок, тут вот стенка, над ней вентиляционная вытяжка. Вот, говорит, каждую пятницу, каждой пятницы на этой вытяжке такой черный мех нарастает, и там такие воросики черные шевелятся. Это самое, а за выходные там приходит какая-то аутсорсинговая фирма и, значит, клинеры, как эти, клининг производят этой решетки, она чистенькая, при ней приходит, она чистенькая. И вот, говорит, я вот смотрю и думаю, а вот легких-то у меня что там, так же творится, или как? Значит, всякое как. Это второе. Вот, потом, если он работает на трехсменке или даже на двухсменке, это очень вредно, что он то встает в пять утра, то он даже приходит домой, если в двенадцать, в час, неделю работает так, неделю так, от этого уже большой очень вред организму, от этого бессонница, от этого потом будут инсульт, инфаркт и так далее. Не прямо. Да, не прямо, а так точно. Это самое, и это даже, так сказать, вот на нормальном производстве. А вот мне приходилось, я работаю в комплектоварх конвейер на Кировском весь в тридцатом цехе, на Каре там ездили, я заезжаю в такой зубофрезерный цех, там есть где коробки передачи, и зубья для них делают на зубофрезерных станках. Вот, но там вообще, говорят, там страшные дела, там летом жара карассальная, потом дым белый от этих станков идет, но там масло, эмульсия, не знаю, что там горит, значит, на них, там дышать нечем. Ну и, в общем-то, там говорят даже, что туда привозили арестантов из метростроя, то есть туда рабочих было таких не найти обычных в этот центр. Так что, поэтому, это вот, да, это вот надо иметь в виду, и у рабочих где-то лет на 20 короче продолжительность средней жизни, чем у профессоров. я могу чисто практические вот сказать, если интересно в союзной работе, я теории не беру. Товарищ Никифоров, да. Я работаю начальником участка сейчас, в моем подчинении семь человек, ну, семь станков небольших участвуют. Когда я пришел, люди в девять приходят на работу, в пол шестого уходят, где-то половину времени они уходят туда-сюда, я говорю, что, ребята-то ли? Так у нас, говорит, рабочий день, мы не можем ни раньше уйти, ничего. При этом норма, они то так сделают, то так сделают. Пришлось выступать мне организатором и, в принципе, я делал ту функцию, которую должны были сделать они, организовавшись. То есть, я пошел директору и сказал, что вы хотите нормальную производительность, нормальное качество, то, значит, они будут норматив. Вот я посмотрел, как они работают. Норма вот такая в выработке. Значит, в день они должны сделать. Вот. И качество я контролирую. Значит, договорились мы с директором и действительно сейчас люди приходят, вот в 8 они приходят, в час, в полуторую они уже уходят. Да, это интенсивная работа достаточно, так сказать, там, шумная, она не в респираторах работает, в наушниках, но они работают где-то порядка пяти часов. Это как раз вот насчет сокращения рабочего дня. То есть, я выполнил работу вот за этих рабочих, причем молодые ребята, они, когда я пришел, им говорю, давайте вот так, такой, да ты не договоришься, мы знаем, директор нас пошлет и тебя пошлет и все. Ну, я не ругался, ничего, я тем более, я начальник участка, я даже не их человек. То есть, вот, удивляет, почему нету вот этой вот активности, хотя, в принципе, вполне, вот здесь даже никаких противоречий, ничего. Ребята, вам, директору что, вам нужен объем, нужно качество, будет вам объем, качество, соответственно, рабочим нужна зарплата, подняли немножко зарплату, подняли вот эту выработку нормальную, люди 5 часов работают сейчас, вот на этом на производстве. Директор спокоен, я спокоен, я за них спокоен, потому что они делают то, что надо и как надо там, да, то есть, вот и работа профсоюзов, нормальная профсоюза, и без всяких угроз, без всего. Спасибо, выключите нас, товарищи, в общем, еще хотела добавить, что, вот, из-за чего переработки, да, ну, мы знаем, что капиталист заинтересован, вот, в увеличении рабочего дня, то есть, даже, даже, переплачивая, да, все равно, прибавочная стоимость, все равно создается, вот, и поэтому, как бы, это активно, к этому, побуждают, да, рабочих, рабочих вас, вот, и, ну, я хотел сказать, что, когда рабочие начинают бороться с этим явлением, когда они осознанно, да, начинают включать коллективный договор, втройне, втройне, ну, полтора раза, то есть, в три раза, от, ну, нормального, да, значит, тарифа, втройне, то, тогда уже, да, вот тут уже, значит, капиталист, начинает, это самое, деньги считать, и организовывать, организовывать производство, то есть, так, как, чтобы не было простое, чтобы не было, ведь, как получается, что мы там, неделю сидим, как бы, да, потом пришли детали, как бы, да, пришли, это самое, дефицит, и все, и все, давайте это самое, учерите, ну, так это же, все тоже, вот, расхолаживает, расхолаживает, нашего капиталиста, вот, вот, а надо его воспитывать тоже, рабочий класс должен себя воспитывать, вот, и воспитывать, тем самым, работодателей, которые, вот, получают эти прибыли, и не заинтересованы ни в чем, чтобы улучшать, модернизировать, развивать производство, вот, все за счет, это, износа, и рабочей силы, и станков, машин, фондов, основных, так что, дорогие товарищи, хотел еще вспомнить, вот, был здесь докер Беляев такой, вот, он, он, такие замечательные слова, говорил, что, вот, дело это творческое, творческое, то есть, вот, призывал относиться к забастовке, к борьбе, с работодателем, да, как к искусству, так к творчеству, к творческому процессу, это действительно интересно, в общем, и, хотя и опасно, и все такое, да, это тоже нельзя отрицать, вот, но все равно, дело это, великое, вот, начало, да, это начало, начало настоящей борьбы, вот, то есть, которая, в итоге, должна привести к того, к упразднению, вообще, эксплуатации, ну, человек и продажа, не бывает, продажа, своего труда, рабочему классу, вот, а начало, начинать надо с этого, вот, с экономических наших требований, интересов, объединяться, так что, товарищи рабочие, давайте, как-то, подтягиваться, в общем, к этому делу, уникать, изучать, составлять, участвовать, вот, в этой, борьбе профсоюзной. Спасибо, за внимание. Объявление. У нас, по плану, тема следующей лекции, уроки, Донбасса, ситуация на Украине, Виктор Акаевич Тюркин. Но, в связи с известными, здесь, с предприятиями, по борьбе с вирусом, карантином, меня убедить на просьбу, для тех, товарищей, кто, планирует сюда прийти, в четверг, следующий, позвонить, дежурному, на вакту, телефон, 274-27-72, он указан, в газетах, в планах, занятий, в конце, 274-27-72.